Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by Daylight. Так, у нас на самом деле осталось немного времени для получения всех наград турнира, который в настоящий момент идет, Haunted by Daylight. Поэтому поспешите, чтобы забрать все награды, выполняйте задания и, собственно, забирайте все награды. Когда вы выполняете задание, вы получаете мрачные безделицы. Это валюта. И, в принципе, за нее вы открываете определенное количество предметов. Потому что какие-то предметы покупаются, например, за денежку. Какие-то предметы не магазин, а в коллекции покупается все за мрачные безделицы. Какие-то выигрываются, какие-то покупаются. В магазине можно прикупить все только, ну, либо за оранженные осколки, либо за реальную денежку какие-то костюмы. То есть некоторые костюмы за оранженные осколки купить нельзя. Понятное дело, разработчикам надо тоже как-то жить и кушать. Вот, в принципе, ну, много очень игроков играется во всех этих костюмах. Ну, прикольно. Почему? Кому нравится, кому не нравится. В общем, другой момент. Я решил все-таки закинуть денежку. И в настоящий момент у меня есть золотые клетки, как вы видите. Теперь можно... Во-первых... Во-первых, у нас есть турнир, собственно, который... Точнее, не турнир, а идет разрыв. Но пока... Пока, если я не ошибаюсь, у нас две главы закрыты. Уровень 3 и уровень 4. Через 3 дня откроется. И через 24 дня, потому что на самом деле еще 60 дней книга будет открыта. Самоотдача, ну, точнее, потом она тоже будет появиться в Копендиуме. Но в настоящий момент тут можно получать призы, фрагменты разрыва. Ну и, собственно, забирать награды. Я прикупил золотых клеток, потому что сейчас, опять-таки, идет распродажа. Открыл, соответственно, турнир. Билет купил. Потому что, когда вы доходите до 70 уровня, вы возвращаете все потраченные золотые клетки. И, в принципе, вы ничего не теряете. Вы просто приобретаете дополнительно какие-то награды, брелоки, собственно, предметы одежды на различного рода персонажей и так далее. Ну, ерунда. На мой взгляд, это ерунда. То есть, не стоит внимания и потраченных денег. Поэтому, в принципе, это, ну, прикольно. Единственное, что на все разрывы вы тратите просто тысячу золотых клеток. Потом они обратно возвращаются. То есть, вы один раз их купили. И, в принципе, просто получаете награды. И золотые клетки вы никогда не тратите. Они обратно всегда возвращаются. Поэтому, в принципе, вы их потом можете потратить на что хотите. Когда вам надоест вообще ждать все эти разрывы. Плюс в магазине распродажа. Распродажа большинства героев. Их можно открыть в два раза дешевле. То есть, не только распродажа одежды, но и сами персонажи стоят дешевле. Я поэтому и решился, на самом деле, прикупить золотых клеток. Причем я купил их, по-моему, 20. Точнее, 2000. Ну, там плюс какой-то бонус еще сверху. 250, по-моему, золотых клеток. Персонажи сейчас стоят вместо 500 золотых клеток 250 золотых клеток. То есть, грубо говоря, можно, ну, купить и открыть персонажей за 250 золотых клеток. Тех, которые вам нравятся. Если вы не хотите покупать отдельно какие-то DLC и так далее, и тому подобное. Плюс, в принципе, вы можете золотые клетки потратить на что-то еще более интересное для вас, нежели персонажи. Персонажи в настоящий момент, в принципе, все стоят дешевле. И почему бы и нет? Если есть возможность закинуть небольшое количество денежек и открыть каких-то персонажей, почему бы и нет? Некоторые из персонажей прикольные. Я иногда люблю побегать за немезица, поэтому, в принципе, хочется его разблокировать. Пока я его еще не открыл. Остался один день. Кстати, все игроки, которых можно открыть зарадженные осколки, также стоят дешевле. То есть, они стоят теперь 4500. Опять-таки, это осталось. Один день остался. Поэтому успейте быстренько все это на самом деле прикупить. Если вдруг у вас не хватает зарадженных осколков, немного поиграйте, подкопите. Хотя бы одного там героя откройте. В любом случае, это будет быстро и дешево. А иначе придется опять снова копить по 9000 зарадженных осколков на открытие героя. Плюс, опять-таки, ну, я не знаю, бубу, я не знаю, буду открывать или нет. Подумаю. Новые скины подешевле, поэтому очень часто их можно встретить в игре сейчас. Кто у нас еще полезный на самом деле? Ну, я себе открыл... Кстати, на ксеноморфа скидок нету. Я себе открыл на самом деле кукловода. Я не хочу выживших открывать, потому что, ну, по большому счету, у выживших навыки. И, ну, в принципе, все. У меня нет какой-то суперлюбви к определенным выжившим, поэтому как-то я пока к ним равнодушен. И плюс здесь нету таких больших скидок, как, например, есть в PlayStation магазине, в Sony магазине, там в Xbox магазине. Там скидки намного больше, причем там скидки на паки есть. Здесь в Steam такого нет, поэтому я пока не хочу покупать никакие паки отдельно. Они там, ну, я не знаю, там скидка смешна. Если он там стоит, там, 7-10 долларов, да, или там фунтов, то скидка там где-то 50 центов или там 1 доллар. Ну, короче, как-то это смешно. А здесь, по крайней мере, в 2,5 раза дешевле персонажи. Ну, понятное дело, это тоже примерно плюс-минус сколько? Ну, 15-2 тысячи... 2 тысячи двести двадцать... 250 золотых клеток стоило примерно 15 фунтов. Это порядка 1500-1700 рублей. Соответственно, где-то, ну, поскольку там по 250-200 рублей герой, ну, в принципе, относительно нормально. Я, наверное, буду не месяца открывать. То есть, вот у меня герои, которые есть, могу теперь за них играть. Среди всех, кто открыт, мне больше всего нравится Тень, Клоун, Кошмар. Ни разу не играл за Кокловода, поэтому хочу за него поиграть. Скорее всего, буду открывать... Честно сказать, не знаю, не месяца. Навряд ли буду открывать свинью или Госта, хотя свинья прикольная. Иногда ей прям очень круто всех разносить. Не всегда, но иногда прям очень круто. Буба, я очень плохо обращаюсь с пилой, но иногда просто по фану играть за Бубу. Конечно же, такого фана, как раньше, типа подвальной крысы, Буба Кемпер там нету, фейс-кемпинга нету. Это все, ну, не то чтобы отменилось. Это, в принципе, присутствует. Заведя пилу, вы все равно положите сурово, который спрыгнет с крюка. Вот, видите, один день написано. То есть, один день остался до распродажи, поэтому стоит приобрести тех, кто вам нужен, тех, кто вам нравится. Потому что не всегда есть скидки на персонажей за золотые клетки. То есть, бывают скидки на DLC, но не всегда есть скидки именно в игре за золотые клетки. Плюс, особенно, за раджные осколки. То есть, вот это вот самое, самое приятное на самом деле. И, по большому счету, я, наверное, попробую поиграть за... 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 да, за, за, за... За кого мы попробуем поиграть? Я думаю, вы и так знаете. Только вот найти его пока не могу. Нашел. За кукловода. Я за него ни разу просто не играл. Я понимаю, что это не новый персонаж. Но я за него не играл ни разу. Я не понимаю, как за него играть. Что вообще делать. Поэтому... Ну и плюс, надо его прокачать, чтобы открыть его навыки и использовать их на других манах. Да, спасибо. Спасибо, это мне было необходимо. Даже если не буду ни по кому попадать, то, по крайней мере, буду быстро и далеко летать. Соответственно, мы пойдем вообще просто ни с чем, практически. Может быть, возьмем какой-нибудь один-два навыка. Пока у нас время есть. Нету, не хватает еще пары игроков. Это хорошо. Я как раз тут пооткрываю еще уровни. Отлично. Три ячейки открыты. Я могу взять просто навыки непосредственно самого кукловода и попробовать с ними выиграть. Раз. Два. И... Собственно, где еще один навык? Три. Так, тактик. Это навык активируется, когда на ворот подается электричество. Пока последний этап активен. Раненые смертельные. Раненые повешенные на крюк. Высшие подвергаются эффекту ослабления. Окей, хорошо. Здесь у нас... Ваши гены изменены так, чтобы органы чувствуют лучше работали в экстремальных ситуациях. Неся выше в виде ауру других высших. Отлично. То есть, у нас есть определенные какие-то бонусы благодаря его навыкам. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну я без подношения вошел. И еще один выше тоже никого подношения не добавил. Злодей. Жадина. Hounted by Delight. Собственно, ивент, который уже заканчивается. Поэтому успейте заползти, залететь в последний вагон. И, собственно, прикупить каких-либо открыть персонажей, пока идут скидочки. Я думаю, все, кто играет и так знают про это дело. Но, может быть, кто не очень активно играет, не знали, что есть скидки в магазине. Поэтому забегайте и открывайте каких-нибудь супер необходимых, супер актуальных персонажей для вас. Обитель матери, красный лес. Ну и побежали, да? Так. Ага. А прыгать с ним надо другой кнопкой, да? Да. Спасибо, палетка-то нам как раз не нужна здесь. Палетка нам не нужна, но вообще, конечно, хорошо бы их заражать. Хе-хе-хе. Хорошо бы их заражать, чтобы они бегали зараженные и... И потом искали противоядие. Так. Игра у нас немножечко подвисла. Окей. Я должен кого-то видеть, если кто-то есть рядом, но никого рядом нет. Привет. Ой-ой-ой-ой. Мне не очень нравятся все его разговоры, речи. Особенно, когда я играю против него. Хорошо, хорошо. Пока все довольно-таки неплохо, но я надеюсь, у меня просто команда не очень серьезная. Хе-хе-хе. 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 То есть можно еще на разные дистанции прыгать, я так полагаю, да? Окей. Это заражение так действует, да? А кто здесь у нас прячется? Никого Можно врезаться Ой, побежал, побежал кто-то туда Бежал кто-то вон туда Привет А что ты так бегаешь? Ты что, не видишь, куда ты бегаешь? Что вообще происходит? Ну ладно А куда он делся-то? Хорошо, конечно, когда его было видно Окей, привет, Зарина Это не Феликс Так, а почему он... Окей, долго ломает он палетки Надо ускорение какое-то Ускорение какое-то на это дело нужно Да ладно, вот пока я заряжал Окей, вот как это работает Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не выбираю, за кем бегать, кто находится, за тем бегаем. Ой-ой-ой, как я промахиваюсь. Как я промахиваюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Сюда мы залезем? Залезем вроде, да, с этой стороны? Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три генератора. Неприятно. Этот никто не заводит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Феликс, у меня такое ощущение, бегает и снимает всех. И прячется. Хорошо прячется. Нужно какое-нибудь улучшение на перезарядку и на быструю активацию. Я ее видел, но я не хочу за ней бежать. Она... Я не настолько урод. Я не буду ее трогать. Я думаю, просто может кто-нибудь еще здесь есть? Может кто-то еще здесь есть? Нет? Заработаем немножко очков и, может быть, кого-то встретим. Ага. А я ее ранил. Это... Это хорошо. Это хорошо. Молодец. Молодец. Ну, собственно, палетку тоже выбить хорошо. Молодец. 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 О, я встрял в дерево Не смог через него прорваться Не то чтобы через дерево, а просто Какие-то палетки я оставил Что на самом деле не очень здорово Потому что скорее всего их Скорее всего их восстановят О, да ладно Вот так вот Она заблудилась, на самом деле она думала Что я туда дальше рвану А я сам стрял В результате такой фейк получился Неожиданный для нее Ну и для меня тоже Они же не знают, что я первый раз играю Я не умею Они-то думают, что я профи Там сейчас Феликс ее опять снимет Ну да Да, вот это вот зря я не уничтожил Ну иди Ну иди Субтитры сделал DimaTorzok Я ее не заразил, но я ее сбил Да, действительно, гуляет он с жертвой очень долго Это неприятно Это всегда неприятно У меня, кстати, нету никаких навыков на задержку ворот Поэтому тут, к сожалению, они успеют, наверное, работать Да, то есть, смотрите, Феликс Посмотрим сейчас, что у него за навыки были Посмотрим, что у него за навыки были Жалко, я ее не схватил Но, с другой стороны, это бы ничего не дало Потому что там перезарядка долгая Так, прогресс фрагментов Испытания я не выбрал Вот это вот плохо Повеселились, да, неплохо Так, хорошо, Зарина была новенькая, наверное Я не знаю, могу ошибаться, Ребекка Ребекка вообще очень странная была Мне кажется, она просто, на самом деле, действительно такая То есть, это не просто хороший игрок Поменял герой и, типа, так, под новичка косит Феликс заработал мало очков У него, окей, у него были его навыки Адреналин, кровные узы Окей, хорошо, понял Здесь тревога, понятно То есть, она, как бы, знала просто примерное местонахождение Куда я, где я что ломаю Куда я направляюсь Сострадание Вот это прикольный навык Я с ним раньше играл Сейчас за Выжжшего я его не использую Он дает вам информацию на карте То есть, если вы Ман кого-то ранит Вы видите вообще Выжжшего, где он бегает Это прикольно понимать То есть, вы можете в другую сторону побежать И делать ген Или заняться вообще самохилом Или там, я не знаю, чем-то еще Так что прикольно У Феликс, да, были ускорения Собственно, тулбокс И старые запчасти Это прикольно У Фэнк не было, кстати, навыка строим на века Поэтому, в принципе, это было, ну, как сказать Не сильно быстро они там генрашили То есть, они ген завели так хорошо Но генраша особо не было Ну, что ж, вот такая вот игра Забавная получилась В принципе, забавная Насколько мне так кажется Потому что я играл за него первый раз И, честно сказать, очень непонятно вообще Было Как вообще там Перепрыгивать Бросаться на кого-то Но, тем не менее Он, кстати, еще какой-то Немножко медленный в плане ударов Когда ты играешь против него Такое ощущение, что он вообще супербыстрый какой-то вообще маньяк Возможно, есть какие-то ускорения на действия Если такое есть, подскажите, пожалуйста Потому что, честно сказать, я не очень понимаю Как вообще Почему он бьет так медленно? То есть, вот он бьет так медленно И потом идет долгая перезарядка То есть, нельзя сразу, например, еще раз ударить Я понимаю, что Возможно, какой-нибудь Ну, может быть, какой-нибудь Я не знаю Под наш аддон какой-нибудь Или Какой-нибудь навык Дает Ускорение Потому что, мне кажется Это слишком Слишком вообще Там есть какие-то На промах вообще Ускорение Восстановление После промаха Я вот только не помню Это аддонные У определенных Манов Там, типа, клоуна Или там у кого-то еще Или это все-таки Навыки Мне, конечно, надо еще поиграть Потому что Чтобы получить Да, не знаю Адепт Не адепт В общем Кукловода Мастер-майнда Нужно играть с тремя его навыками И выиграть матч Тогда В принципе Получим ачив В принципе Я Я готов Помучиться Немножечко И попробовать Забрать ачивку Не обязательно Это будет сейчас А где у нас Общая информация О Мане Наверное Нам все-таки Здесь В принципе Кстати Я даже не знаю У меня есть на него Какие-то скины У меня, наверное У меня, наверное Нет никаких скинов Но Что ж Тем не менее Навыки у него прикольные С этими навыками На самом деле Играет огромное количество Разных игроков За разных Манов Не обязательно За кукловода Поэтому Вескера Поэтому В принципе Данные навыки В любом случае Будут полезны Буду пробовать Вообще Смотреть Подсматривать Буду Какие у людей Связки И Пробовать Тоже Играть С этими Навыками Будет прикольно Наверное На каких-то Интересных Манах Потому что Иногда Это полезно Например Видеть Вообще Кто рядом Находится Когда ты Несешь Выжжу Если вдруг Кто-то Рядом Прячется Такой Дополнительный Моментик Да Сейчас на самом деле Огромное количество Навыков На ауры И это Безумие Какое-то Потому что Даже если вы возьмете Искажения У вас все жетоны Просто в момент Пропадут А если у человека Будет там 3-4 навыка Какие-нибудь Аддоны 3-4 навыка На ауры Это просто Нереально Что ж На этом Пожалуй Все Успейте Прикупить Кого-то В магазине Открыть Персонажей Потому что Это все Закончится Через Один день Так что По-хорошему Кого бы На самом деле Открыть Я наверное Зараженные осколки По-любому Да просто На самом деле Открою Вот так вот И Наверное Кого-нибудь Сейчас еще Откроем Я честно Честно сказать Хотел Выжившего Открыть Потому что За манов Я играю Не очень часто Манов Я буду просто Потихоньку Прокачивать Для того Чтобы их навыки На каких-то Манов Поставить За которых Мне нравится Играть А вот тут Кого же я Хотел Открыть У кого мне Навык Какой-то Был Нужен Вообще В принципе Джейн Ромеро И Джефф Во-первых Во-первых Я хотел Поиграть Снова С навыком Искажения Ну Просто То есть Брать Например Спокойствие Духа Навык На починку Гена Какой-нибудь Навык На ускорение И Например Вот два Навыка Просто таких Тупых Типа Искажения И Спокойствие Духа То есть В принципе Я хотел Поиграть С этими Навыками Поэтому Скорее всего Я наверное Буду Открывать Сейчас Неман Кстати Я купил Этого Палача Потому что За палача Очень прикольно Играть На самом деле Не то чтобы Я фанат Но Пирамид Хэт Довольно-таки Прикольный Персонаж Вот он Я не хочу Открывать Онри Мне в принципе Она не нравится Прикольно Конечно Можно за нее Побегать Точно Не хочу Синобита Я не умею Вообще За него Играть У меня Не получается Я не хочу Его Открывать Так А почему А Ну тут везде Один день Да А тут Не один день Потому что Скидок Никаких Нету Только На тех На кого Скидки Стоят Пожалуй Не буду Я открывать Пока Манов Хватит Мне Манов Наверное Вот Кто Кого Кого Из Выживших Я Открыл Из-за Навыков Юи Так Элоди У Элоди Кстати Прикольные Навыки А у Кого У нас Не у Элоди У нас Навык На Пролом У Джейн Ромеро Окей Хорошо Навык На Пролом Что Тоже Мне Хотелось Использовать Ну Так Просто Ради Прикола Не факт Что Я буду Хорошо Им Управляться Но Ради Прикола Хотелось Поиграть Поэтому Давайте Я Джейн Открою Ну Вот И Все Все Раджные Осколки Потрачены Теперь Нужно Собственно Потратить Только Золотые Клетки На Каких Ни Персонажей А Вот Честно Сказать Как я и сказал Немезис Немезиса На самом деле С Леоном Можно покупать Но Не знаю Может быть Пока Вообще У меня Навыки Его Есть Истерия Мне не нравится Преследовать Любийцы Есть И Подрыв Тоже Есть Поэтому В принципе В принципе Навыки Его Есть Кого Бо Открыть То Давайте Пишите В комментариях Вообще По-быстрому Кого Открыть Чтобы Я успел Это Сделать Потому Что Честно Сказать Пока Честно Признаться Пока Я не Понимаю Кого Кого Бо Вообще Открыть В принципе Когда На Рождество Будут Распродажи Можно Будет На самом деле DLC Пооткрывать Очень Дешево Причем Вместе С героями Потому Что Здесь Например Тап Вот Здесь Я не Помню Кто Здесь Герой Кто Кто Вообще Ghostface То есть Он просто Отдельно Вот Его В принципе Можно Открыть Потому Что Он Отдельный Персонаж По-моему Если Не Ошибаюсь Плюс Буба Вроде Тоже Отдельный Персонаж Вроде С ним Героев Никаких Нету А герои Есть У Свиньи Детектив Тап У Немезиса Леон У Синобита У Онри Собственно Йоти У Синобита У Синобита По-моему Нету Героя По-моему Он сам По-моему По-моему Я ошибаюсь Или Кто-то У него Есть Синобит По-моему Сам По-моему Поэтому В принципе Хорошо Открывать Тех Героев Наверное У кого Нету Персонажей Вот Так что В принципе Гост Красавчик В принципе Иногда Прикольно За него Побегать Я за него Не умею Играть Но За него Просто Прикольно Побегать За него Прикольно Побегать Так что Пусть Открывается Ну и Вот Это Красавчик Тоже В принципе Пусть Открывается Вполне Возможно Вполне Возможно Вполне Возможно Все Таки Вполне Возможно Не месяц Заберу А Тысячу Я оставляю Тысяча Остается На то Чтобы Потом Участвовать В розыгрыше Выживших Я не вижу Смысла Покупать Выживших За Золотые Клетки Может Быть Я потом Дилси Отдельно Докуплю Но Это Будет Уже Скорее Всего Под Рождество Через Пару Месяцев Либо На Новогодние Праздники Либо На Китайский Новый Год В общем Когда Потому что Там Свинью Могут Опять Распродавать В общем Посмотрим Немезис 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 Может пока Вообще Подожду И никого Не буду Купать Собственно Вот так Что ж Такое Вот Видео Получилось Про Все Подряд Сборная Солянка И Вам Всем Спасибо За Просмотр Покупайте В общем Успейте Купить Открыть Каких-то Героев За Рожженные Осколки Чуть Поиграть Несколько Матчей Заработайте Рожженные Осколки Они Зарабатываются Когда Вы Собственно Уровень Игрока Повышаете Даже Один Два Уровня Вы Повысите Это В принципе Займет Немного Время Несколько Матчей И Вы Уже Заработаете Какие-то Недостающие Возможно Рожженные Осколки Чтобы Прикупить Персонажей Ну Или Какие-то Костюмчики Которые Вам